История создания первого послевоенного дальнего бомбардировщика Ту-4 полна драматизма и невероятного напряжения сил конструкторов и производственников. В условиях послевоенной разрухи был создан бомбардировщик, который мог нести атомную бомбу. Первенство в разработке и создании тяжелых самолетов, которое принадлежало Советскому Союзу в 30-х годах, было утеряно с началом Великой Отечественной войны. Фронту требовалось большое количество истребителей и тактических ударных самолетов. Работа конструкторских бюро и авиапромышленности была направлена на решение именно этой задачи. На реализацию перспективных планов по созданию стратегических бомбардировщиков не оставалось ни сил, ни времени, ни средств. В то же время союзники СССР по антигитлеровской коалиции Великобритании и США развернули широкомасштабное воздушное наступление на территорию противника. В этих условиях, особенно быстрыми темпами, развивалась американская стратегическая бомбардировочная авиация. Как результат, Соединенные Штаты заняли доминирующие позиции в области разработки и серийного производства самолетов стратегической авиации. В те времена развитие немецкого направления промышленной авиации было для руководства страны ближе, чем развитие американской авиации. Американцы шли по пути развития тяжелой авиации, немцы пошли по пути развития фронтовой авиации, пикирующих бомбардировщиков, которые позволяли иметь высокоточное, ну, по тем временам высокоточное бомбометание с точным поражением целей, что казалось более важным, чем тяжелые бомбардировщики, которые, по сути дела, могли быть применимы только по крупноплощадным целям. Чем ближе становился крах Германии, тем больше противоречий возникало между союзниками по антигитлеровской коалиции. Одновременно в США быстрыми темпами создавалось ядерное оружие. Первый атомный боезаряд был испытан 16 июля 1945 года. В качестве носителя плутоневой бомбы американские конструкторы избрали стратегический бомбардировщик Би-29. Справка. Би-29 «Суперфортресс» — «Суперкрепость» — совершил первый полет 21 сентября 1942 года. Строился на заводах фирм «Боинг», «Белл» и «Мартин». Экипаж — 11 человек. Бомбовая нагрузка — 9 тонн. Применялся на Дальнем Востоке в боевых действиях против Японии. 6 и 9 августа 1945 года с борта специально переоборудованных суперкрепостей на Хиросиму и Нагасаки были сброшены атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк». Демонстрация мощи нового оружия стала прелюдией к послевоенной политике устрашения. Новая расстановка сил в мире заставляла Советский Союз ускорить разработки собственного ядерного боезаряда. Возникла необходимость и в создании самолета-носителя атомной бомбы. Еще в сентябре 1943 года Наркомат авиапромышленности предложил конструкторскому бюро Андрея Туполева заняться разработкой тяжелого высотного бомбардировщика нового поколения. Через год был построен натурный макет самолета под индексом 64. Однако промышленность, ограниченная суровыми рамками военного заказа, была не в состоянии работать на перспективу. Все шло для нужд фронта. Процесс создания советского стратегического бомбардировщика зашел в тупик. В этих условиях был сделан, возможно, единственно верный и неординарный шаг. В 1945-м ОКБ Туполева получило задание остановить все собственные разработки дальних бомбардировщиков и в максимально короткие сроки создать советский аналог Би-29. И была дана команда Сталинам скопировать этот самолет один к одному полностью, потому что, как он говорил Туполеву, ну, я говорю со слов самого Туполева, значит, наши директора не смогут сделать разработанный вами самолет 64-й, который был такого же класса и имел уже разработанный проект. И будут утверждать, что такой самолет сделать нельзя, это мы сделать не можем, это невозможно и так далее. Если вы им предъявите готовые изделия самолета Би-29, то им деваться будет некуда, и они найдут способ сделать эти изделия. В войне между Японией и США бывали случаи, когда суперкрепости, подбитые японцами, не дотягивали до своих баз на Филиппинских островах. Президент США Рузвельт попросил Сталина разрешить им в таких случаях садиться на советские аэродромы возле Владивостока. Разрешение было дано. Поскольку СССР до августа 1945 года не воевал с Японией, согласно международным нормам, экипажи Боингов интернировались, а самолеты поступали под охрану. Так в Советском Союзе оказались три Би-29. Первый экземпляр Би-29 решили, по предложению генерального конструктора, разобрать полностью. Все его детали использовать для выпуска чертежей, а всю начинку передать специализированным НИИ, КБ и заводам. Второй экземпляр самолета использовать для снятия характеристик и обучения летного состава. Третий — сохранить в неприкосновенности, как эталон. Анализ элементов конструкции американского самолета показал, что без революционных изменений в металлургии, химической промышленности, приборостроении, электро- и радиотехнике воспроизвести этот самолет не удастся. Были привлечены большие силы ученых вообще всего Советского Союза. Но Андрей Николаевич очень многие технологические процессы отрабатывал у себя в конструкторском бюро. И после отработки вот этих технологических процессов их внедряли на серийном заводе. Огромные трудности вызывало создание по американским образцам принципиально нового оборудования — радиосвязи, навигации и радиолокации. Сложная электронная техника требовала не только знаний, но и опыта работы с ней. Поэтому оборудование, его доводка очень сильно задерживалась. Даже не создание, а доводка, чтобы оно продолжало работать. И из-за этого самолет долго не принимали на вооружение. Некоторые системы пришлось разрабатывать самостоятельно, поскольку образца для копирования просто не было в наличии. Например, в соответствии с инструкцией, при совершении вынужденной посадки американские пилоты немедленно уничтожали логический блок системы дистанционного управления оборонительным оружием бомбардировщика. Поэтому советские конструкторы разработали собственный комплекс вооружения. Вместо крупнокалиберных пулеметов в стрелковых турелях установили скорострельные авиационные пушки калибра 23 мм. В результате оборонительная мощь советского аналога Би-29 резко возросла. Бомбардировщик получил и отечественные двигатели. Они были не хуже установленных на американском прототипе, и было принято решение силовые установки Боинга не копировать. Туполев позднее говорил, что проще было создать новую машину, чем копировать американскую. И все-таки, несмотря на трудности, в мае 1947 года первый бомбардировщик поднялся в воздух. До конца года было выпущено уже 20 машин. Испытательные полеты продолжались два года. Акты испытаний утвердил сам председатель Совета Министров Сталин. Единственный раз за всю историю советской авиации. Он же дал бомбардировщику название Ту-4. Создание самолета стало настоящей революцией для всей авиационной промышленности СССР. Это позволило, действительно позволило нам создать новые отрасли промышленности, создать совершенно новые технологии, перейти на совершенно другой уровень, в котором мы, конечно, переходили бы очень долго без вот этого процесса копирования Би-20. Ту-4. Дальний четырехмоторный стратегический бомбардировщик. Длина 30 метров. Размах крыльев 40 метров. Максимальная взлетная масса 66 тысяч килограммов. Силовая установка. Четыре двигателя АШ-73 ТК мощностью по 2000 лошадиных сил. Максимальная скорость 558 километров в час. Практический потолок 11 тысяч 200 метров. Практическая дальность 5 тысяч 100 километров. Вооружение. 10 авиационных пушек НС-23 калибра 23 миллиметра. Бомбы общим весом до 8 тонн. Экипаж 11 человек. Всего за годы серийного производства было построено 847 бомбардировщиков Ту-4. Он имел множество модификаций, но базовая конструкция почти не менялась. На модификации Ту-4А, носителя атомной бомбы, имелся термостабилизатор бомбового отсека для поддержания температуры, необходимой для ядерных зарядов. Машину оснастили средствами защиты от поражающих факторов ядерного оружия. Именно Ту-4А в августе 1949 года сбросил первую советскую атомную бомбу. Широкомасштабное перевооружение частей дальней авиации новыми бомбардировщиками началось в 1949 году. Первыми их получили части и соединения в западных военных округах. Вскоре они заступили на боевое дежурство и эксплуатировались в полках дальней авиации ВВС Советского Союза до конца 50-х годов. Появившиеся вслед за Ту-4 новые машины Туполевского КБ вернули Советскому Союзу статус лидера в области тяжелой бомбардировочной авиации. Разговор об этом мы продолжим в следующем фильме «Оружие». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова